У современной молодежи практичный подход к выбору профессии. Большинство ставит своей целью не только освоить такую специальность, которая будет востребована на рынке труда, но и станет будущим призванием. Такую возможность сегодня предоставляет Брестский государственный колледж сферы обслуживания. Те, кто хочет найти и проявить себя в бьюти-сфере, приходят именно сюда. Так считает брещанка Дарья Люшня. Девушка с детства мечтала быть парикмахером, а повзрослев, воплотила свою мечту в реальность. И теперь она учится в Брестском государственном колледже сферы обслуживания на специальности парикмахер. Я решила связать свою жизнь с этой профессией, так как с детства любила делать прически куклам, сестрам. И всегда мечтала стать парикмахером. Учеба проходит замечательно, все преподаватели доступны, понятно, все объясняют. Очень хорошие отношения и всем очень нравится. У нас есть теория и практика, но практика нравится больше. Хочется пойти в какой-нибудь салон и заниматься по профессии. Без теории не может быть практики. Потому наша съемочная группа решила посетить теоретические и практические занятия. И понаблюдала, как учащиеся мастерски владеют ножницами, расческами и другими инструментами красоты. Как они создают неповторимые образы, придавая каждому человеку уникальность и элегантность. Пробуя различные техники друг на друге и на близких. Казалось бы, это обычные уроки в мастерской производственного обучения. Но одновременно это то, чего хочет душа. Именно сегодня, день парикмахера, нам приятно, как профильному учреждению образования, которое готовит специалистов, как по специальности парикмахер, так и по специальности художник-мательер, говорить о том, что в этом году у нас в полном объеме осуществлен набор. Две группы сформированы в полном объеме. У нас был достаточно приличный конкурс, что нас не может не радовать, потому что к нам пришли очень мотивированные ребята с высокими показателями в обучении. Это креативные специальности. Это очень интересная для ребят специальность не только для девушек, но, как оказалось, и для юношей. Поэтому все чаще и чаще в салонах, в барбершопах мы можем увидеть мастеров-юнош. И, пользуясь случаем, конечно же, в следующем году на эти же специальности я приглашаю выпускников наших базовых классов и наших учреждений образования, среднего образования. Как результат совмещенной теории и практики, серьезные успехи в различных республиканских и международных конкурсах. И на данный момент количество желающих поступить в колледж сферы обслуживания постоянно растет. У нас профессионалы. А что говорить? Золотая медаль у нашей выпускницы. Рогович Анастасии. Очень приятно. И это налагает особую ответственность. Мы не можем снижать показатели, которые у нас есть. Мы будем стремиться подтверждать, что мы одни из лучших в республике, и не только в республике. Сегодня новое поколение преподавателей, которое приступило к работе с сентября месяца, уже воплощает свои знания и опыт в жизнь молодых студентов. Одним из успешных примеров является выпускница Брестского колледжа сферы обслуживания Анна Гречаник, которая решила остаться в родных стенах, но уже в качестве преподавателя. Парикмахером я вообще хотела стать вот прям с маленького садика. Это была моя мечта. Потом уже в осознанном возрасте я хотела стать учителем. И так получилось, что я совместила свою мечту. И стала парикмахером, и стала учителем. Я выпускница этого колледжа. Я закончила по специальности художник-модельер. И здесь осталось работать. Приятно оставаться в своем колледже и работать, потому что здесь свои родные люди, свои преподаватели, свои наставники. Потому что я пришла в новую для себя профессию, и мне в некоторых моментах тяжело, но мои наставники мне помогают. Для меня колледж уже стал семьей, потому что я здесь училась, я здесь продолжаю работать. Для меня это уже родное место. Такие преподаватели, как Анна Гречаник, являются настоящим примером для учащихся колледжа и вдохновляют их на достижение новых высот.